Друзья, всем привет! Вы на канале о вкусной и здоровой еде. И сегодня мы покажем, как приготовить невероятное вкусное блюдо чашушули. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Для приготовления чашушули мне понадобится говядина 500 грамм, можно взять баранину или телятину, 300 грамм помидоров, 300 грамм лука, 1 болгарский перчик, чеснок, сливочное масло 30 грамм, пучок петрушки, специи и соль. Нарезаю лук. Затем нарезаю мясо кусочками среднего размера. Обжариваю говядину на оливковом масле на среднем огне, несколько минут, чтобы оно стало коричневого цвета. Далее добавляю к мясу лук и все перемешиваю. Вы видите, сколько выделяется сока из мяса и лука, поэтому воды добавлять не надо. А добавлю я сливочное масло и закрою сковородку крышкой. Буду томить говядину и лук на маленьком огне около часа. В это время подготовим следующие ингредиенты. Порежу перец, семечки я не выкидываю, в них также содержатся витамины. Помидоры я катила кипятком и снимать с них кожицу стало гораздо легче. Меленько-меленько нарезаю помидоры. Прошел час и я добавляю в сковородку с мясом порезанные овощи, все перемешиваю, солю, добавляю специи. Кто любит погорячее, добавляет в чашушуле аджику. Кто любит пикантную кислинку, может добавить томатную пасту или томатный сок. В чашушуле рекомендуется добавлять такие специи. Хмели-сунели, уцхо-сунели и черный перец. Я закрываю сковородку крышкой и буду томить мясо с овощами еще полчаса. В это время порежу петрушку. За 5 минут до готовности чашушуле кладу в сковородку чеснок и все перемешиваю. Ароматы разносятся по дому такие фантастические, что слюнки текут. Выключаю плиту и добавляю зелень. Все перемешиваю. Посмотрите, какая красота получилась, как аппетитно выглядит блюдо. Когда вы сами приготовите чашушуле, поймете мои восторги. Теперь я закрываю крышку, ведь блюду надо настояться минут 10-15. Мясо получается мягким, нежным, ароматным и очень вкусным. Вам обязательно понравится чашушуле. Напишите, пожалуйста, в комментариях, рецепт какого блюда вам интересен. И не забудьте подписаться на наш канал и поделиться этим видео рецептом с друзьями. До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok